Звездные истории в селе Августовка открыли доступ к редкому музейному экспонату. Полвека назад такого и представить себе было нельзя. Выставили на всеобщее обозрение секретный спутник Зенит-2. 1 августа 1962 года он спустился с небес в маленькую деревню в Большой Черниговском районе. Как подружились поликосмическое и хлебное, вспоминали очевидцы событий Татьяна Дрожевкина о том, как следует делать удачные снимки. Да, интересно. 1 августа село Августовка. Полвека назад так совпали звезды, чтобы именно в этой точке Большой Страны с небес на землю спустился секретный спутник. Мне было 8 лет. Мы с товарищем, с тремя ребятами были на рыбалке. Смотрим, там высоко, в общем, оранжевый парашют такой огромный опускается. Но мы сразу все эти рыбацкие дела свои бросили. Следом спустились на парашютах военные. Среди небесных автомальчиков был и тогда старший лейтенант, ныне полковник в отставке Иван Бондаренко. Сегодня он может это рассказать. Сведения, которые в 1962 году доставил секретный аппарат, были буквально взрывоопасны. В нем находилась взрывчатка, 60 килограммов тротила, которую я должен был изъять и подорвать где-то в сторонке. А потом уже приступать к добыче той информации, которую он привез. Первый советский спутник-фоторазведчик «Зенит-2» за 4 дня полетов на орбите сделал снимки всей территории Америки. И хотя США до этого уже года два как практиковали аналогичную звездную разведку, можно было с уверенностью сказать, получились действительно удачные кадры. Впоследствии было запущено и изготовлено порядка 960 таких спутников. Космическая фоторазведка способствовала тому, что не была развязана большая война. Гостей из Самары и ЦСКБ «Прогресс», которые вернули на прежнюю Землю точную копию того спутника, угощали такими же, как полвека назад, деревенскими яблочками и парным молоком. Эта самарская земля продолжает растить. Ценные кадры для космической отрасли говорили на историческом празднике в августовке. Вся пилотируемая космонавтика сегодня в мире делается здесь, на Самарской земле. Другой пилотируемой космонавтики практически нет, но, может быть, только в Китае. И то мы про нее мало что знаем. И поэтому все, что связано с развитием космонавтики, с интересом детей к этой отрасли, к инженерным специальностям, это очень важно. Это принципиально важно для нашей губернии, для нашего будущего. Гости приехали с другим масштабным подарком, снимком из космоса. Так выглядят с высоты августовка в исполнении новейшего спутника, сделанного также на заводе ЦСКБ «Прогресс». Сверху по-прежнему видно все, даже то, как рядом с Краеведческим музеем в небольшом селе на юге Самарской области стоит памятник первому советскому орбитальному фоторазведчику. Татьяна Дрожевкина, Арина Фечина и Александр Ерофеев. Новости губернии. Большечерниговский район.